14 июня продолжается битва за урожай. Заканчиваем поле, на котором был посеян ячмень трех сортов. На данном поле уборка идет отчетствуемость с жадками. На Кейсе стоит 7-метровая, на Нихоланде стоит 6-метровая. И тому, и другому этой ширины мало. Но такие, какие есть, и других пока нет. При этой урожайности нагрузка на Кейсе порядка 60% с 7-метровой жадкой. На Нихоланде 50%. И расход топлива на Нихоланде в районе 8,5 литров. На Кейсе в районе 9,5-10. Хотя для такой урожайности они 9-метровыми жадками примерно имели такой же расход. Просто для экономии топлива им надо другую ширину захвата. Когда у нас на Тесишке 6-метровой жадкой, его родной зерновой, мы вот это покупали для него 6-метровую славянку. Вот там разница была у него на родной жадке, на обычной. У него расход был в районе 9-10 литров при урожайности, там 48-50 центнеров. А на очесывающей было порядка 6 литров. То есть там была разница в расходе где-то около 4 литров на гектар. А здесь просто за счет того, что мощные комбайны, достаточно мощные большие двигатели. А ширина жадки маленькая, эта экономия топлива съедается. Ну, нет нагрузки на комбайн. Ну и плюс убираем очесок. Ну, по-другому как-то, к сожалению, не получается. Так выглядит поле после уборки. Очесывающей жадкой. Это для тех, кто раньше не видел. Ну, высоту стерни можно посмотреть. Видно по комбайну и по трактору. Что тут выложило? Ну, это, я думаю, тут у нас опрыскиватель стартовал с кассом. Скорее всего, дунул. Все легло. Массив выглядит так. Неплохо. Посчитаем, скажу. Скажу уже урожайность сразу. По всем трем сортам, чтобы тут не растягивать сопли. Ну, после жадки, вот, смотрите, потерь. Я не вижу. Смотри, задолбали. Вот есть один колосок валяется. Зерна вообще не вижу. Никого же не обманываю. Пожалуйста. Это тем скептикам, которые говорят, что на чувствующей жадке большие потери. То есть я не только за жадкой. Вот смотрите, снимаю видео вот между колесами комбайна. Снимаю видео. То есть не только за жадкой и за комбайном тоже нет потерь. Или просто нет. Поэтому все эти сказки и сплетни о потере поочесывающей жадке вы можете наблюдать. Те, кто сомневаются, не верят. Милости просим. Можете приехать завтра. Ну, может быть, еще в воскресенье до обеда. Ну, наверное, даже до вечера. Мы еще будем косить ячмень. Можете все посмотреть сами. Потому что потом вы этого не увидите. Сзади идет трактор с сейлкой. Высеваем сразу просто следом. Получится на зерно будет хорошо. Не получится, значит будет в виде покровной культуры. По срокам, в принципе, должно успеть. А как будет по итогу, то не знаю. Вот здесь уже прошла сейлка. Вот так выглядит поле. После уборки отчесывающей жадки и прохода сейлки. Понятно, где колеса трактора и колеса бункера закатали солому. А где просто прошла секция сейлки, солому осталось стоять. Так она и выглядит, рябая. Глифосатом не обрабатывали. Потому что поле, посмотрите, сами как бы чистое. Бурьяна нет. Поэтому не вижу смысла тратить на это деньги. Может какой-то мелкий бурьян там и есть, но его сейчас не видно. И будет он расти, не будет. Оставим так, как есть. Вот стоячие колеса лежит после комбайна. Влага в почве есть. А вот есть и бурьян. В виде березки. Пусть растет. Сейчас он выгрузится. Я вам покажу, как отчувствующая жадка подбирает полегший ячмень. Качество съемки, конечно, упадет. Сейчас уже сумерки, солнце садится. Ну, я думаю, для того, чтобы посмотреть, как он убирает, качество съемки хватит. Вот гад напылил. Сейчас пыль сойдет, я подойду ближе. Не хочу туда залазить. Камеру не выключаю специально, чтобы вы видели, что я зашел в то же самое место, которое показывает. Вот, пожалуйста. Вот все, что осталось. Колоса здесь нет. Все забрали. Надеюсь, что видно хорошо. Но мы никого не обманываем. Вот как стало. Вот как было. Вот так лежал он. Вот так забрали. Ну, пока это все на сегодня. Завтра будет следующая серия. Может быть, заключительная. Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok